Человек привык считать себя вершиной эволюции, часто забывая, что он всего лишь часть многообразного, взаимосвязанного и хрупкого мира. В раконере много было. Мы когда начали работать, там все нашли, капкан нашли. Нас окружают удивительные создания, грозные и беззащитные, милые и опасные, но все одинаково прекрасные. В дневное время волки, как дневка у них бывает, я очень часто обидел. Среди них ходит один взрослый самец. Тибетский ворон садится на спину вархара, да, ну где такое-то можно увидеть еще. Понимаем ли мы, какая власть нам дана над природой и как мы можем влиять на нее? Мы здесь находимся в гостях у животного мира, у природы. Более 50 километров засниженных хребтов. Завораживающая тишина и пустота. Но это только на первый взгляд. Здесь, на высоте от 4 до 5 тысяч метров над уровнем моря, живут десятки видов уникальных животных. Это горный массив Ак-Ши-Рак, часть Великого Тяньшаня. Сюда входится рычат Эртажский заповедник, территория месторождения Кумтор и высокогорные равнины Сырты. Туристы стремятся сюда за живописными видами, зоологи и экологи изучать флору и фауну высокогорья. Фотографы надеются встретить редких животных и птиц. Ученый-зоолог Аскар Давленбаков и фотограф-анималист Иван Турковский едут в Ак-Ши-Рак, чтобы провести мониторинг животных и птиц, запечатлеть их в дикой природе. Исследователям важно понять, как чувствует себя уникальная высокогорная экосистема. Почему меняется, какую сторону меняется, может быть она в лучшую сторону меняется, может быть она худше, с чем это связано, с климатическими условиями, например, или же антропогенные воздействия. Вот на основе вот этих вот данных потом уже можно будет регулировать, отрегулировать эти вопросы. Высокогорная долина Арабель располагается на высоте 3800 метров над уровнем моря. Это часть горного массива Ак-Ши-Рак. Сырты – идеальная зона для проживания травоядных высокогорных животных, в том числе архаров и горных козлов. Вот в зимний период, обычно вот на этих вот склонах солнцепешных, скажем, 3-4 года тому назад всегда паслись бараны дикие. И причем здесь вот штук 500-600, а сейчас вот несколько лет уже вообще ничего не видно. Два-три года назад, как-то вечером ехал здесь, в то же самое время, то есть это была середина, скажем так, зимы. И вот именно в этом месте стадо голов, наверное, голов 120. Согласно данным исследователей, дикие бараны ушли из долины Арабель несколько лет назад из-за сокращения кормовой базы. Вот эта вот долина, в принципе, здесь должно вмещаться, скажем, в зимний период, здесь должно кормиться несколько тысяч, там, от 3-4 тысячи. Соответственно, если нет травы, то и выживаемость до лета минимальная будет. Дикие животные не выдерживают конкуренции с домашним скотом. В местах, где постоянно пасутся большие отары, растительный покров полностью уничтожен. Склоны лишены травы. Ну вот, казалось бы, он смотрел, где он склонен. Все, открыто вот смотрели. Кушать нечего просто. И это проблема не только одной долины Арабель. В государственной программе развития зеленой экономики Кыргызстана, рассчитанной до 2023 года, приводятся данные, согласно которым более 60% территорий Пастбищ республики в той или иной степени находятся сегодня в состоянии деградации. С июля по октябрь нагрузка на эти территории увеличивается до 140%. Ситуация осложняется еще и тем, что при распределении мест для выпаса скота часто нет рационально-научного обоснованного подхода. Они не учитывают вот эту экологическую емкость. Вот, например, месяц пошли на определенную территорию. Через другой месяц перешли на другую территорию, и это остается без нагрузки. Здесь восстанавливается. Вот так вот она должна быть. Найти горных козлов или баранов в долине так и не удалось. Но не только их. Проехав десятки километров, члены экспедиции не встретили ни животных, ни птиц. Как важно сохранить экосистему Акши и Рака, ученые понимали давно. Еще в начале 80-х годов прошлого столетия Академия наук Кыргызстана предложила организовать на этом месте заповедник. Но получилось это сделать лишь спустя почти 15 лет. В 1995 году при поддержке золотодобывающей компании Кумтор, правительства Кыргызской республики, международных финансовых институтов и неправительственных организаций был создан Сарычат-Эртажский заповедник. Благодаря совместным усилиям государства и бизнеса получилось сохранить редкие и исчезающие виды животных и растений с ртовой зоны Иссык-Кульской области. В Раконере много было. Мы когда начали работать, там все нашли, капкан нашли. И там внутри заповедника местные жители там жили. И там родственники туда стоят, и вообще охота, охота, охота. И в 2003 году уже мы начали, там, изнутри, тошли сюда, да, ахширяка. А сейчас внутри заповедника никого нет. Заповедник находится на стыке внутреннего и центрального Тяньшаня в долине Сарычат-Эртаж-Учкуль. Это больше 135 тысяч гектаров охраняемой территории на высоте от 2 до 5 тысяч метров над уровнем моря. Спокойствие животных охраняют егеря. Охота и рыбалка здесь запрещены. Холод, вечная мерзлота, склоны без деревьев. Но местность только кажется безжизненной. Акширак – одно из немногих мест в Кыргызстане, где еще остались исчезающие бурые медведи, архары, рыси и снежные барсы. За 25 лет существования заповедника архаров стало в три раза больше. Появилось несколько десятков барсов. У нас в Сарычат-Эртаж-Учкульском заповеднике обитает архары на 1 январе 2020 года 3 205 голов, козерогу – 1089, 20 – бурый медведь, 13 – снежный барс и 11 – манул. К сожалению, рядом с заповедником есть и несколько крупных охотхозяйств. Ближайшие – всего в 20 километрах. Удивительно, но перед началом охотничьего сезона многие животные, словно чувствуя опасность, уходят на охраняемую территорию, рассказывает Аскар Даблепак. Когда начинается охотничий сезон, они это тоже хорошо понимали. Вот где-то в сентябре у них начинается, вот в сентябре, в октябре они все сюда подтягивались, и так держались здесь до весны. А потом постепенно опять начинали расходиться по своим территориям. Рядом с Сарычат-Эртажским заповедником есть еще одно место, где животные чувствуют себя в полной безопасности. Это рудник Кумтор – самое большое предприятие по добыче и переработке золота в Кыргызстане. Изначально, как только мы начали добывать здесь золото, была введена политика о запрете охоты на данной территории. Ученый-зоолог и фотограф-анималист намерены посчитать животных на Кумторе. Это тоже территория Акши-Рака. Иван рассчитывает встретить несколько эндомичных видов птиц, которые зимуют здесь постоянно. Сегодня утром в 7 часов было минус 28. И, невзирая даже на такую температуру, есть ряд птиц, которые даже не спускаются. Очень многие птицы от зимы спускаются, ниже птицового пояса, а есть те, которые зимуют. И одно из таких мест, где практически гарантированно можно увидеть большую популяцию и снежного воробья, и жемчужного вверка. Сотрудники Национальной Академии Наук приезжают на рудник каждый месяц. Экологи Кумтора, в свою очередь, тоже постоянно следят за количеством пернатых и зверей. Многолетние исследования подтверждают отсутствие негативного влияния на дикую природу со стороны объекта. Мы его перед... Нет, мы перед... Давайте. Чтобы не смотреть, я сразу буду... Солнышко. Да-да. Тогда мы за вами. 60 километров в час, да, бежал? Не сбавлял темп. Вот он как бежал... Первым делом экспедиция направляется в район хвостохранилища Кумтора. Вот сейчас смотрим внимательно. В дневное время волки, как бы дневка у них бывает. Я очень часто видел. Я, например, видел здесь самую большую стаю, вот в ноябре месяце. Не в ноябре, а в ноябре 8 этих особей. Волки – хищники опасные. Но и с ними можно мирно сосуществовать. На эти случаи на руднике действует специальная инструкция, которая позволяет обезопасить и людей, и животных, и никому не причинить вред. Как вести себя при встрече с хищниками, знает каждый сотрудник. Бежал волк. Причем поравнялись с волком, и он как бы не боится абсолютно, он просто продолжал движение в своем направлении. Мы на машине, мы как бы снизили скорость, притормозили, чтобы не повлечь каких-либо последствий, если вдруг волк испугается, не попал под колеса. О месте, где видели хищника, обязательно сообщают диспетчеру службы безопасности. Отсюда информация поступает в отдел экологии и старшему участку. По рации сотрудников этой территории предупреждают, чтобы не выходили из машин и были осторожными. В ночное время мы сообщаем также охотбригаде, которая у нас обычно здесь находится в зимний период. И охотбригада, она занимается отполгиванием волков. Для того, чтобы отогнать волков на безопасное для них и для человека расстояние, используют резиновую дробь. На сегодняшний день один из самых эффективных и гуманных. В принципе, вот эти вот методы применяют по всему миру, потому что животное, когда испытывает какую-то боль, он уже начинает бояться, он уже не будет посещать эту территорию. Почему они сюда вот именно вот эта стая сбивается? Потому что здесь хорошая кормовая база. Естественно, они здесь находятся на территории Кунтора, потому что здесь вот в окружении этого, скажем, вот эта плата, вот Акширакская плата, да, самое большое количество баранов здесь находится. Кунтор – одно из немногих мест в Кыргызстане, где можно встретить большое количество исчезающих баранов Марко Поло. В разные годы удавалось насчитывать до 500 особей. Для сравнения, по всему Кыргызстану их осталось чуть больше 12 тысяч. Задача экологов Кунтора и команды из Академии наук – не только всех пересчитать, но и сравнить. Стало животных больше или меньше? Почему меняется популяция? Сколько самок, самцов и молодняка? Чтобы данные были точными и была возможность разглядеть животных поближе, каждое стадо снимают с помощью дрона. Вверх пойдут. Вот их вверх снимешь, да, потом иди, 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 и вот это вот, вот это вот, Расщельно. Расщельно. Вот за это расщельно, там тоже это, там он пасется. А, уже. И они вот так вот пойдут. Хорошо. Спускайся, спускайся. Еще, 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 еще. Ты должен уже видеть их. Чуть-чуть левее возьми. В 93-м году, когда впервые проводили авоз, здесь вообще животных не отмечали, скажем, в частности горного барана, да? И отмечали только на сопредельных территориях, и то небольшое такое количество особей, там 15-20 особей. Когда даже спрашивали у старожил, они сказали, что здесь вообще баранов никогда не было. Получается, что с момента начала разработки месторождения и запрета здесь любой охоты популяция выросла в десятки раз за каких-то 25 лет. Теперь Кумтор – это не только место добычи и производства золота, но и своеобразная экосистема, возрожденная экосистема высокогорных сыртов. А я не вылезу оттуда. Люблю, когда животное в своей естественной среде, и понимал, что будут хорошие кадры. Ну и подпустили достаточно близко, метров на 20. Каждый, кто хоть раз бывал на территории Кумтора, замечал, насколько вольготно и естественно здесь ведут себя животные. Кажется, что ни человека, ни технику они вовсе не замечают. В чем же секрет этого места? Как удается тяжелому и масштабному производству мирно соседствовать с животным миром, не нанося ему урон? Первый раз, когда увиделось животное, так как внизу мы их не видим, здесь это были эмоции. То есть первый раз увидеть радость, восторг. Буквально в эти секунды тибетский ворон садится на спину Бархара. Где такое-то можно увидеть еще. Я, честно говоря, даже не представляю. Потому что это уникальное, в этом понимании, место. Я был очень в восторге и удивлен, потому что не наблюдал еще именно такой красоты в дикой природе. В зоопарках это видно, смотрится, но в дикой природе ощущение животных вообще другое. Каждый сотрудник при приеме на работу проходит специальный курс обучения. Тренинги потом повторяются каждый год. Работникам рассказывают об обитателях рудника и о строгих правилах поведения. Естественно, охотиться, убивать, применять физический вред животным запрещено. Пугать, намеренно издавать слишком громкие звуки тоже. Но и это не все. Излишнее дружелюбие тоже под запретом. Не подкармливать животных, чтобы не нарушать их естественную жизнь, чтобы они не прекращали охотиться, пастись. А еще нельзя приманивать или подпускать близко к производству. Сотрудники понимают, что животные могут пораниться. Именно в этом и есть секрет мирного сосуществования. Не подпускать животных слишком близко, но и не выгонять их с родной земли. Мы здесь находимся в гостях у животного мира, у природы. И мы не вправе ее нарушать. Также мы ликвидировали полигон пищевых отходов. В течение уже трех лет мы перерабатываем пищевые отходы. Тем самым мы тоже сократили количество именно хищников на наших рабочих участках. То есть уже нет такой кормовой базы, им приходится охотиться. И то же самое важное, должны понимать, что когда уйдет человек, если мы будем постоянно подкармливать диких животных, они разучатся охотиться. Тем самым будет труднее выжить после того, как Комптор закончит свою работу. По завершении эксплуатации рудника территория будет рекультивирована. Для этих целей разработан специальный план, который регулярно обновляется. Другой вопрос, что будет с дикими животными, когда предприятие завершит работу и теоретически здесь вновь можно будет охотиться. А когда Комптор закроется, люди уйдут, то, возможно, здесь появятся охотники какие-то, еще будут организованы, не знаю, вот сейчас очень много охотхозяйств вокруг данной территории. Есть беспокойство, что количество животных здесь сократится. Судьбу уникальной экосистемы будут обсуждать с правительством. Один из вариантов – присоединить Комптор к Сарычат-Эрташскому заповеднику. Или здесь сделать какую-то буферную зону, или туристический кластер, где будут и научные работы проводиться, и также научные работы, связанные с дикой природой. По данным мониторинга, количество архаров и горных козлов на Компторе ежегодно увеличивается примерно на 30%. Чтобы рост продолжался, нужно исключить негативное влияние человека и, может быть, даже огородить территорию, считают экологи. Ну, если всего этого ничего не будет, то, естественно, когда все это закончится, свернется все это производство, естественно, я так думаю, что, наверное, их количество уменьшится, может быть, даже на них сведется, как и раньше говорили старожилы, что здесь их никогда не было. Может быть, к этому опять к этой точке невозврата придется. Исследования территории Акши и Рака доказывают воссоздать высокогорную экосистему и увеличить численность исчезающих видов – это вполне реально. Все, что нужно – сосуществовать мирно, вести себя с природой обдуманно и не наносить вред. И помнить, что мы – всего лишь гости на чужой территории. Субтитры создавал DimaTorzok